Эта трансмиссия прежде всего механическая, бесступенчатая, реверсивная и самое главное то, что она без разлива мощности. Здравствуйте, я Евгений Иванов. Хочу вам не сказать о своих изделиях. Как видите, техника стоит тут, металлом лежит. Ну, тут главное даже не электроэнтерна эти или машины, что есть, а то, что здесь я работаю над трансмиссией. Самая главная особенность в том, что у этих машин отсутствует полностью сцепление. Также у них тормоза отсутствует, электроника, автоматика и все остальное. Ну, эта трансмиссия прежде всего механическая, бесступенчатая, реверсивная и самое главное то, что она без разлива мощности. То есть, связь между двигателем и колесами на всех режимах постоянно жесткая, без проглупцовок, без ничего. Стоит он, едет или что-то такое, двигатель работает. Ну, начнем с того, что покажем главный принцип работы. Удобнее всего это здесь, вот, посмотрите. Ну, что мы тут видим? Ну, мы видим тут два клино-тременных вариатора. Ну, вообще-то, эту штуку назвать лучше планетарный клино-тременной вариатора, так как он работает, как видите, крутится вокруг какой-то там оси. Ну, он состоит, вы видите, два обычных клино-тременных вариатора. Они, в общем-то, самые обычные, классические там. Многие знают их из устройств и поэтому тут особо не вплоть бы ничего и нет в них нового. Но особенно заключается в том, что вот этот вот, вот, ведущий шкив, точнее даже не ведущий, а опорный, так как он вообще не вращается, он стоит жестко. Ну, единственное, упаковление осуществляется через него. Далее идет на промежуточные шкивы. От них идет на ведомый шкив. Далее на колеса. Здесь сжимаясь или сжимаясь, допустим, сжимаясь, этот дотягивает и через это упаковление существует, так сказать, последовательно здесь. И так как этот, если здесь и здесь передачное отношение одинаковое, он никуда не будет вращаться. Вы стоять на месте. Вот, пожалуйста, он стоит на холостках. То есть этот шкив никуда не вращается, передачное отношение одинаковое и как от него пошло, так к нему и пришел. Ноль ушел, ноль пришел. Ну что ж, но если начать менять передачное отношение, то ведомый шкив начнет вращаться. Либо вперед, либо назад. За счет газницы в передачных отношениях. Ну, давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, общим принципом, я думаю, познакомились Ну, поехали дальше Вот перед вами сейчас Это самый первый Точнее, не совсем уже первый Сначала была моделька Потом был Более-менее, карлопу сделан под двигатель Но она была очень много недостатков И после этого, получив опыт необходимый Взялся изготовлять вот это Да, еще Идея возникла давно, еще в ПТО То есть, не сама идея клинаргеменового Что при гемесе будет А вообще, принцип увидел Это еще было в году 82-м Был у меня диплом Планетарный передач, я увидел эту вещь Но, где-то в 10-м году только дошло, что... Ну, то есть, всяких идей много было Но они были очень сложные Они жизни спасла в дыр И где-то в 10-м году Планетарный передач Но, многие говорят, запатентовать Ну, когда я уже сделал У меня уже появилось Я обнаружил, что Такая вещь уже запатентована И они патент 2004 года Так что Обвинять меня в том, что я самый первый Не надо Ну, я бы просто знал бы Я, может, и не стал делать Ну, в конце концов, когда я узнал У меня уже было Далеко ушел в железо вперед И как-то продолжил это дело Ну, вот, видите Это даже не трактор Это вообще не пойми что Это вот эта вообще самая система Так сказать, будем сказать Кормопка А к ней просто не варлены Кронштейны с колесами И на них цепь Это чисто опытная штука была Как видите, тут все варлено, переварлено Сделано очень похабно Тогда у меня еще возможности были намного слабее Не было даже токарного станка по металлу Все на коленке делалось Ну, в общем-то, все это чисто Видите, тут и размеры менялись И схема менялась Еще только не делалось У него давление, наверное, раз 5-6 переделал По системам Ну, еще что тут Особенности Мы видим тут Здесь не Как там два ремня А здесь вместо одного ремня Стоит цепная передача То есть она ничего не меняет Просто постоянно меняется Только вот здесь Ну, в результате чего В общем-то, эта схема Даже на практике получилась Более лучше Удачнее Ну, во-первых, она четче реагирует Вот Меньше нагрузки На всю систему И Так что, в общем-то, даже в какой-то степени Ну Ну, я Она, конечно, по площади Ну Когда я начинал делать У меня были вообще большие сомнения Сможет ли вот он Эта штука вообще работать Потому что вы видите Получается, что Мощность снимается Вот с такого большого плеча А этот двигатель Здесь, когда он работает Его можно Ногой За шкив Остановить И если сюда положить Большую нагрузку Ну, я думаю, что он должен Сдохнуть Ну, ничего этого не получается Не происходит Тянет, волокет И хоть бы что Это Очень Очень неплохо Ну, что еще сказать Та же цепная передача Вот она, видите Болтается Я ее как поставил И никаких проблем Она уже вытянулась в цепь Давным-давно Но не ломалась Ничего с ней Плохого не случалось А еще, видите Даже у меня Вот шкив так и остался Деревянный Это когда я еще делал Ну, давление здесь Ну, было Менялось Постоянно В основном Был плечак Основать плечак Пять лет назад Клево лево Одной рукой можно Ну, так же Сделал Ну, им Как Так-то оно ничего Но Надо, чтобы Там На нем Ну, так управлять Нужен опыт Навык Потому что Как-то постоянно Надо ловить этот момент Повернуть скорость А вот Такая штука С двумя Ну, это тоже Хочешь Одной рукой Хочешь Держись за подлокотники Очень удобно Легко Четко получается Любой человек Садится И тут же едет Уверхно Спокойно И неплохо Ну, вот По нему Все Что еще Ну, двигатель Тут Китаец Семь лошадиных сил Ну, ему хватает Тянет Волокет Тащит Ну, вот Все по этой машине А Так, что еще Допустим Вот на этой Схеме На выходе Вот здесь Где-то Получается Один к двум Перекодачное отношение Тут Далее На колеса Здесь идет Где-то Один к двенадцати Но это я сделал Для того, чтобы Ну, именно Трактор Потому что Ну, если кто хочет Быстрее ехать То, пожалуйста Перекодачное отношение Меньше И будешь Бегать Ну, уже Тащить так не будет Далее Вы видите Что тут полностью Отсутствуют тормоза Никаких нету Ну, я хотел Их поставить Но когда Первые испытания Первые поездки Показали, что Они тут Не нужны Вообще Как рабочий Великолепно Останавливается Так и стояночный Он Спокойно Залезает на стенку Стоит в горку И останавливается На холостых Стоит как копанный Его не сдвинуть Ну, на видео Есть такие моменты Вы видите Ну, вот так вот Ну, еще раз Сцепление тут отсутствует Все это Происходит Без разлива мощности Постоянной связи С колесами То есть Никаких тут Буксовок И ничего Так же Ну, вернемся к этому Ну, как там Так и здесь Вы видите Два таких вариатора Слева И слева На каждый борт Ну, здесь Особенность Что сказать Здесь уже Диапазон побольше Он уже на выходе Выдает Почти Один к одному Ну, сейчас уже Так не получится Потому что Кстати И мне Вот эти Вот поставил Как только сделал Я поставил, купил самые дешевые Естественно Потому что надеялся Что они Очень быстро Заживутся Порвутся И так далее Но они уже два года Ходят И ничего с ним не случилось Точнее Немножко подозносились Диапазон уже уменьшился Сейчас она уже Один к одному Не дает Скорность Меньше стала Ну При этом Он с ними работает Вот буквально Недавно В черно Газельку таскал Как видели Ну, конечно Мне это же и надо Так Ну, вообще-то Еще Одна из самых Больших проблем Было То, что Как видите Он никак не мог Стоять на месте То есть Поймать вот эту Недкналку Как видите Это очень-очень Такой Как на иголке сидит Нужно Поймать этот момент Чтобы не делать Всякий там Компенсатор Кружинный Все равно Он куда-то Убегал Ну В конце концов Удалось Это Даблему Отключить Вот таким способом Ну Как видите Вот Леща Подавления В данный момент Вот он стоит Это Получается Как бы На холостых Останавливаю И дальше Пошел Там Сектор Ну Можно Зафиксировать Его Если надо Так И вот Когда он Ну Вы видите Вот От этого Товарь Лещага Пошла Тяга На управление Но Мы видим Еще там Такую штуку Почему-то Сцепляется Сцепью И вот Когда он Сцепит на холостых Видите Выходит Из-за Сцепления Поехали Останавливается И Если ему Захочется Ехать Допустим Впермет Он начинает Лещаг Отклоняется Назад Если Назад То Впермет Получается Он уже Сам Ловит Этот момент Автоматически Ну Получилось Неплохо Ну Двиг Так Что дальше Двигатель Здесь Тоже Китайский Тлина С лошадиных Сил Ну Вы знаете Абы И Имущества Больших Никаких Он не дал Тянет Почти Так же Что тот Что этот Ну Единственное Конечно Стартер Это удобнее Потому что Эту Завести От Лемня Очень Тяжело Потому что Все-таки Лемни От них Сопротивление Большое Да Кстати Это Было Одним Из Слой То Что я Сделал Один Лемень Там Вместо То есть Сцепь Вместо Лемня Чтобы Легче Заводить Ну Колеса Тут Атаки Диски Бензин Понятно Тут От Мотоблока Ну В данный Момент Он Стоит На Щерклоке Колье Как Видите Колеса Если Извернусь И Поставить Правильно То Колье Уменьшится Почти Ну Где-то На 20 Сантиметров Ну Я Не Знаю Как Мне Всегда В общем Подавилась Щерклокая Колье Ну Вот Основные Тут Так Такие По Нему Вот Что Дальше Что Сказать Ну Вот Чем-то Я Особо Тут Больше А Еще Хочу Сказать Что Вообще То Вот Эта Вот Система Ну Она Получилась Неудачной Я Ее Даже Этот Так Не Стал Доделывать То Есть Ожидал От него Очень Много Последствия С Тем Но Никаких Особых Реимуществ Он Не Показал Мало Того Недостаток Оказалось Больше Ну Дело В том Что Во-первых Тут Две Два Длина Это Надо Уже Даже Даже Прокружина Она Сквозь Вал Проходит Этот Вот И Получился У меня Вот Такой Аппендицит Но Это Сделано Не Потому Что Я Так Хотел И Не Хотел Этого Ну Возможности Не Был Дело Как Получилось Конечно Нужна Тут Диафтагменная Прокружина Луч По Уму Ну Как Видим Это Сделать Очень Сложно И Вот Что Сказать По Надежности Вот Кстати Вот Он Показал Несмотря На А Еще У Недостатки То Есть Эта Прокружина Дождает Целую Кучу Недостатков Проблем Ну То Что Наглядно Это Эпендицит Далее Получается Очень Вяло Реагирует На Управление Тупит Как Как Сказать Ну Это Судя Потому Что Пока Вот Здесь Работает Пока Вот Дойдет Пока Это Сожмет И Что-то Где-то Может Подзаедает Может Тупит Может Немец Сплющивается Ну В общем То Из-за Этого Как-то Тоже Не Очень Далее Очень Большие Нагрузки Возникают При Управлении Тоже Плохо Ну В общем Из-за Такая Схема То Она Это Пружина Вот На Обычных Классических Варкуляторах Она Работает Сжимная Как Надо Она К месту Все Как Как Нужно Но Здесь Она Тут Как-то Очень Очень Мешает И Не Стал Это Можно Конечно Довести До Более До Кондиции Но Я Не Стал Не Меткратить Вот Сейчас Занимаюсь Видите Вот Куча Металлова Ну Это Уже Следующее Это Я Сейчас Делаю Это В принципе Такая Вещь Только Без Плужины Будет То Плужины Будет Отсутствовать Что Из Этого Получится Надеюсь Конечно Многие Продоблемы Отключить Этим Ну Загадывать Я Не Хочу Потому Что Видите Как Продактика Это Одно А Теорлит Другое Вот По Вроде По Уму Эта Схема Умнее Лучше Но На Продактике Получилось Что Продактика Нет Мне Больше Даже Так Нравится Ну Что Получится Получится Ну Вот Еще Ну Вот И Все Пока Поэтому Ну Это В общем Железо Которое Есть Ну То Что В фантазиях Мы Не будем Касаться Потому Что Это Фантазия Есть Фантазия И Они Не стали Железом Это Пустота Ну Как Вы Заметили На Всех Тех Конструкциях То есть На Питаргах Есть Два Очень Больших Недостатка и всех их достоинств. Это малая передаваемая мощность и большие габариты. Ну вот перед вами еще одно изделие. Ну, именно как раз-то это не вариатор, это уже котловка. Но это модель, чисто схематически сделана, может быть не совсем конечно как надо. И вот, она именно как раз-то компактная и может передавать большую мощность. Ну вот устройство ее. Это, как бы сказать, принцип в какой-то степени. С одной стороны планетарка, свойственно это обычная котловка передач с шестернями постоянного зацепления. Вот мы видим вот эти вот венцы, ну это все это сделал я, просто у меня не было естественно зуборезного оборудования. Это делал сам на коленке. Так что вот эти вот венцы, это считается, что конические шестерки. И вот здесь это, ну это получается как бы промежуточный вал тоже монолитный. И вот эти вот все вот здесь, это парные конические, конического зацепления. Ну, эти в свободном полете, все эти, они не фиксированы, возвращаются как только хочет. Но стоит только какую-либо из этих вот венцов зафиксировать, как начинается вот сейчас. Вот данный момент, это задний ход. Также, вот сейчас видите, следующий фиксируется, получается опять неркналка, который стоит жестко и никуда не едет. Это как в той. Ну, получается это потому, что вот передачащение вот этой вот парни, который уже сейчас зафиксирован, она жестко стоит, такое же, как вот это вот на выход на ведущий вал. Оно одинаковое, и поэтому мы получаем то же самое, что и на тех вот реаторах. Ну, тут сделано, конечно, несколько совсем под кругом. И также фиксируя любую, любую из этих пар, мы получаем передачное отношение, какое нам надо. Естественно, вот это, получается, первая передача. И между ними, ну, довольно-таки большая разница. И можно тут, в принципе, можно любую передачу на отношение. Также он работает от нуля. То есть, получается, что на этой коробке можно обойтись без редуктора. То есть, он сразу же выдаёт такое нужное передачное отношение. Ещё также, как видим, если сделать два отличия, то здесь, в данный момент, 2 зуба одновременно в зацеплении. Если сделать 4 или 5, то, естественно, увеличивается мощность передачи. Ну, и что ещё напоследок? Как видим, вся эта система очень компактна получается. В данный момент 6 передач. Можно добавить сколько угодно. И она, в результате, если сделать на обычную технику, она, ну, не на многом, ну, самой большой, в 2 раза больше, чем картина сцепления будет. Далее, если эти вот эти вот шестерни не жёстко фиксировать, а как тормозить, как, например, как в автоматике, идти тоже автоматически к планетарке, то мы можем получиться, в общем-то, то, что мы имеем на танках. Опять же, обойтись без сцепления и всего остального. Ну, вот так вот. И так как она очень компактна, очень и не нужна редукторна, то можно ставить даже на двигатель с двух сторон. Да, вот. И на выходе, допустим, звёздочка на гусеницу. Получаем очень большой выверкнущ в объёме, в весе и по предстоте. Вот так вот. Ну, что ещё сказать? Пока так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok